Продолжение следует... Уж сколько отвердили миру. Профсоюзы, с моей точки зрения, в современной ситуации, начинались они как бы за все хорошее, кончились за все плохое, это те организации, которые во многом мешают труду, мешают обманывать трудящихся и мешают вообще всему обществу, государству и так далее. Потому что вместо того, чтобы работать, вместо того, чтобы работать, они просто требуют денег, они требуют не работать и прочее, прочее. И то, что им происходит во Франции, это абсолютная катастрофа, потому что фундаментальные вещи, без чего общество жить не может, это транспорт, передвижение. От этого все зависит. Здоровье, экономика, человеческие отношения, бизнес, все. И вывоз мусора, потому что, мол, что это уродливо, это еще и опасно, это эпидемия. Вот эти две вещи заблокированы преступниками, коммуняками, леваками, профсоюзами в Париже. Мне вообще не только в Париже, это по всей Франции. Это длится долго, это будет продолжаться, это будет повторяться. Они требуют денег, они требуют просто увеличения зарплаты, увеличения пенсии, возраста и прочее, прочее. Но вас же никто не держит. Слушайте, не хотите работать? Уходите. Найдем другого, кто за эти деньги будет работать. Уходите. Вот отмена капитализма профсоюзами, это катастрофа абсолютная. Это катастрофа. И нельзя идти на поводу у профсоюзов. У Тэтчер одно время получалось их придерживать. Но она великая. Кроме того, хорошо, вы хотите денег. Вот вы хотите просто денег. Так добейтесь от правительства теми же... Хотите вы там бастовать теми же страшными методами, добейтесь от правительства Франции и прочих западных государств, чтобы они выкинули сидящих на пособии дикарей. Просто, чтобы эти пособия шли французам, англичанам, немцам и так далее. У меня вся, вся личка... Вот мне ребята присылают, там тысячи письма. Из них, допустим, они там 10 мне пересылают. И это катастрофа. Сейчас, вы знаете, не только студенты из России, но огромное количество студентов из Украины. И как беженцы, и просто кто планово поехал учиться в Европу. И у всех один дословно тех, что они попадают в ливатскую помойку. Что это не та Европа, о которой они мечтали искренне. И они еле успевают смотреть на красивую архитектуру, потому что их отвлекает нападение на них каких-то гопников. Там из Африки, из Азии и прочее. Шумные соседи писали, почему там было про индусов, про арабов и так далее. Что всю ночь менты совершенно ничего не делают. Это в Германии. Это в Германии. В Англии то же самое. Грязь чудовищная. Наглость этих дикарей чудовищная. То есть, многие русские и значительная часть украинцев стремилась в Европу. И я считаю, что наш путь, совместность с Европой, потому что мы физически... Это вообще смешно говорить, что в Европу не в Европу. Вот я в Москве. Москва, это официально, вот если вы были в школе, Москва, она находится в Европе. Просто географически. Поэтому смешно говорить, что мы нам стремимся в Европу или не стремимся в Европу. Это просто невозможно. Здесь нет выбора никакого. Так вот, все в Европу. Но Европу нужно сначала очищать, потому что миллионы европейцев стонут под этим игом. Это иго. Вот как было монголо-татарское, вот сейчас китайское. Вот это иго. Европы особенно западные. Поэтому с этим нужно не молчать. И я всегда советую. Мой совет всегда. Да, ситуация чудовищная. Ливатский фашизм. То есть нельзя прям нарожен-нарожен. И врага много напустили. Они все вооруженные там. Все и в Париже, и в Англии, и так далее. Но где-то можно. Где-то можно. Снимайте на телефон, выкладывайте их рожи. Еще где-то их иногда задерживают, арестовывают. Теребите полицию. Надо приучать полицию Западной Европы выполнять сигналы, приезжать и ставить на место дикарей. Значит, если вы там в более-менее людном месте, делайте замечание дикарю. Если вы, так сказать, соотнесите. И учите, что вы, как я повторяю, вы не отсидитесь. Вы не сможете беспроблемно там жить. В любом случае. На вас все равно нападут они. Это я говорил здесь, что вы все равно не сможете пересидеть там режим местный, путинский. Все равно вы не сможете, значит, будет проблема. Не молчите. Это я говорил, внимание, не год назад, не два, не три. Я говорил это сразу, с первых лет. Почему у меня в 2003 году, в декабре на сайте, в январе, в печатном варианте, вышла статья «Москва-третий рейх». Я тогда уже в «Коммерсанте» печатно написал это самое знаменитое, самое весомое политическое издание России. «Коммерсант-власть». Журнал был тогда. Все прочитали. И все, ой, какая замечательная статья. Ну и что? Почему никто не принял к действию? Так и здесь. Там же я писал про то, что происходит, как гибель Римской империи на Западе. Поэтому, значит, вот эти важные моменты. Не сидите, не молчите. Говорите об этом. Боритесь. Потому что вы уже не сможете, так сказать, как-то отсидеться в другом месте. Моя хата с краю не получится так.